Всем здравствуйте! Это новости Турции о ситуации в Украине. Имеющие уши меня услышат. В этих новостях я хочу напомнить, что я перевожу на русский язык и рассказываю ведущие новости в стране Турции и отношения людей, простых жителей Турции, к тому, что происходит. Отношения людей, самих граждан Турции, к тому, что сейчас происходит вообще во всем мире, такое же, как у большинства. Я здесь еще не встретила ни одного человека, который бы как-то воздерживался и как-то двусмысленно оценивал сложившуюся ситуацию. Вы знаете, что Турки по своему характеру и менталитету очень добрые, отзывчивые, со своими, конечно, комплексами и проблемами, но это люди-спасатели, и они всегда протянут руку помощи. На данный момент каждый день 24 на 7 на самых крупных телеканалах страны, конечно же, идет прямая трансляция, идет очень много сюжетов. Ну, какие сюжеты? Это прямые трансляции, включения из Украины, из разных ее частей. Очень много турок, которые остались в Украине, потому что очень много совместного бизнеса, очень много браков девушек с Украины и турок. Буквально позавчера посольство Украины открыло горячую линию для записи. Там есть телефон украинский, есть номер турецкий, но там есть специальный номер отдельной горячей линии. И там в Украине они записывают в посольстве, в турецком консульстве в Украине, они записывают, списки ведут тех, кто хочет выехать, граждане Турции. Это люди с гражданством, с партнерами Турции. Они могут взять с собой членов семьи, но самых близких. То есть это если муж турок, то жена украинка может с ним выехать, их дети. Но насчет ближних прям родственников точно не знаю. Откуда я знаю об этой линии, моя подруга уже пять дней находится в Киеве, на Бессарабке. Она живет с мамой в укрытии, в бомбоубежище. Поэтому я мониторю любую информацию по поводу выезда оттуда. В первые три или четыре часа, когда открыли эту горячую линию, там зарегистрировали больше пятиста обращений. На следующий день уже был организован первый автобус, который вывозит через сторону Европы сюда, в Турцию. Он где-то должен быть в пути два дня. Мои подруги пока еще не перезвонили. В очередь, скажем так, туда ее не взяли. Я не представляю, как это будут делать, собирать людей, в каких условиях, как их погрузить в эти автобусы, как им там собраться и тому подобное. Поэтому я думаю, что далеко не все могут воспользоваться этой возможностью, этой эвакуацией. Также турки в посольстве Украины здесь, в Стамбуле. Тоже открыта горячая линия. Вся эта информация есть в гугле, кому это интересно. Во всех пабликах, везде. Турки собирают пожертвования, помощи, любой помощи. Но это в основном финансовые сборы пожертвований. Абсолютно все солидарны в своей точке зрения здесь. И я, честно говоря, от мала до велика. Даже группа садика моей дочери в Инстаграме, там у нас везде, даже они все постят фотографии каждый день. Про что они за мир, чтобы не гибли люди, не разрушались дома. Я думаю, я это вообще не парадоксальные вещи, да, говорю. Поэтому тему Украины, она, конечно, топовая во всем мире, в том числе в Турции, среди обычных жителей и обычного населения. Мои знакомые турки, которых обычная жена турчанки, звонят и поддерживают моего мужа или мне. Звонили в этой ситуации и приносили, скажем так, соболезнования и сопереживали. Они прекрасно понимают, что происходит. Касаемо правительственной точки зрения государства Турции, насколько я поняла, вчера в последних новостях, потому что тема последние два дня обсуждалась, но это были опровержения, договоренности. Эта тема постоянно менялась с точки зрения этого. Но министр Министерства военных дел Турции, он официально заявил уже вчера вечером, что Турция закрывает наш истанбульский здесь Босфор для прохода, если он путает этот проход военных кораблей. Но если будет отступление, то они, естественно, это по конвенции, по документу, они пропустят обратно, это без разговоров. Больше, что еще? Государство Турции, оно собирает гуманитарную помощь. Вчера уже отправился, ну не вчера, а дня три назад на второй день отправились фуры. Они просто в пути долго день-два. Это не так уж и близко, по километрам. Отправили фуры с спальными местами, с палатками, с матрасами, с одеялами, с теплым всем, потому что, блин, зима заканчивается холодно. И сейчас собирается, каждый день собирается эта гуманитарная помощь различная. И это еда, средства гигиены любые. Ну, естественно, людям, что им может быть нужно, да. Отправляется это фактически каждый день, но огромного упора в новостях этого нет. Об этом в курсе те, кто занимается волонтерством, помогают, собирают какую-либо помощь. Я думаю, это никому не новость. Но я, наверное, повторю все равно, что в самом начале, когда это все начиналось, еще Турция сразу выступала. И это в прошедшем моем выпуске «Новостях Турции». Турция предлагала себя как место для переговоров еще до того, как все началось. И эта позиция не меняется. И когда начались истории с переговорами пару дней назад, все равно Турция, Стамбул, и Украина была согласна на Стамбул. Ну, пока что вот так. Турция за вот этот нейтралитет, так сказать, за сбор гуманитарной помощи Украине. И министр военных дел Турции, он так, по сути, сказал, «Собираем деньги, гуманитарную помощь. Мы за то, чтобы люди не гибли, не разрушалась инфраструктура, и надо все восстанавливать, и людям надо помогать». Вот это официальная позиция страны. Я замечу, что это было сказано министром, не самим президентом. Почему все те дни не было от меня видео? Потому что нет четкой позиции. Президент не выходил к нам онлайн и не говорил, я считаю то-то, то-то, так-то, так-то. В завершении этого видео я хочу сразу сказать, что я отключаю комментарии под этим видео. Любая ненависть к друг другу не делает вас лучше. И ситуации вы не помогаете. Вы можете помочь конкретным делом. И это зависит от вас, если у вас есть желание. В предыдущем видео на моем канале я оставила один комментарий и закрепила его с ответом на подобную ситуацию, когда мне спросили мое мнение по этому поводу. Можете вернуться, открыть это видео, посмотреть, комментарий закреплен. Ну, если пользователь сам не мог удалить. Я никогда не говорю и никогда не афиширую, когда я кому-то чем-то помогаю. Я это делаю постоянно на регулярной основе. Это не только там кошки-собаки, которых я затрагиваю иногда в видео. Это люди. В корону это были люди бездомные здесь, в Стамбуле, у которых, когда все сели на карантине, им было нечего есть. Мы с мужем кормили этих людей. Ну, не зря я со своим мужем, как я понимаю, что мы всегда, у нас в этом плане, у нас в принципе всегда с ним все идеи и мысли схожи. Я понимаю, почему мы с ним встретились, потому что мы абсолютно два одинаковых как зеркала и на него смотрю как в отражении себя. Вы не помогаете картинкой в интернете и комментариями с мягкого, теплого дивана у себя дома. Помогайте, если вы хотите помочь, поучаствовать, помогайте делом. Стамбул это сейчас, на данный момент, в принципе в жизни и по ситуации, по сути последний пункт и важный, транспортная развязка. В мире, в Европу, в Азию. И здесь огромный поток людей идет. Мне честно, искренне, непонятно, лично мое. Когда ходят на митинг, выражают свою точку зрения, просят, постят в Инстаграме картинки, и где эти люди, когда к ним напрямую обращаются за помощью, помочь переехавшим сюда, деньгами, одеждой, размещением, жильем. Это чисто мой личный опыт, о котором я не буду официально где-то рассказывать, кому-то делиться. Это остается на совести каждого человека, как он поступает в какой-либо ситуации. Но я одно могу сказать. Помогать надо делом, а не словом. твое мнение никому не интересно. И оно ничего не решит. Но физически встать, сделать, помочь, узнать, отправить, ты все. Благодарю вас за внимание. Я всем желаю мира. Просто будьте добрее и любите друг друга. Благодарю вас за внимание.